Сегодня утром были произведены замеры глубины пруда, то есть у нас получается по всем точкам норма соблюдена. То есть контракт выполнен в полном объеме, да? Условия контракта, да, получается все соблюдены. В целом более чем на метр стал глубже большой пруд Ковыринского парка, малый на 40 сантиметров. Сегодня представители администрации и общественности приняли работу подрядчика. Подтверждающий этот факт подпись на документе, итог работы длиной почти в месяц. Сначала от мусора старого ила, камыша и тины был очищен малый пруд, затем большой. Расчистили береговую линию, убрав заросли кустарника. После этого экскаватором подняли со дня лишний грунт. Работа сложная и объемная. Объем работы очень большой, если честно. С кустарником проблемы, проблемы с тем, чтобы подъехать вообще, потому что вязкий грунт. Проблема с большой техникой, чтобы она подошла для того, чтобы вывести грунт. Вывезли больше тысячи тонн грунта отсюда, с обоих прудов. За чисткой прудов активно следили общественники. Они и были инициаторами проекта благоустройства парка. С этим вопросом к нам обращались и жители, которые в свою очередь также обращались в ТОС Ковыринский. И представители ТОСов инициировали вот эту проблему необходимости очистки прудов. Администрация пошла навстречу им и изыскала дополнительные средства. И разместила, заключила контракт на углубление прудов. Эти средства помогли привести пруды в первозданное состояние. Теперь представители ассоциации ТОС и активные жители микрорайона будут поддерживать чистоту. Планируют установить таблички с призывом к вологжанам не бросать в воду мусор и корм для уток. Водоемы загрязняются, в том числе по вине жителей. Еще достаточно большой объем работы надо сделать с населением, чтобы изменить восприятие. То есть они видели картинку, которая была до, и должны зафиксировать картинку, которая сейчас. Вскоре большой пруд станет еще живописнее. Подрядчик установит смотровую площадку. Пятиметровая дорожка будет идти от берега к центру пруда. Площадка изготовлена из металлоконструкций, винтовые сваи, металлическая рама из швеллера и бетонный настил с металлическими перилами. Благоустройство парка продолжается уже в рамках проекта «Городская среда». Подрядчики обновляют уже существующие дорожки и прокладывают две новые. Кроме того, в парке появятся скамейки, урны, а также новая спортивная площадка. Мария Кудрякова, Михаил Прищев. События дня.